И снова здравствуйте! Продолжаем продолжать расшифровку смешного перевода «Властелина колец» от студии Дмитрия Пучкова «Божья искра». На очереди финальная часть трилогии, которую в смешном переводе окрестили «Возвращение бомжа». От предыдущих она отличается тем, что монтажеры не только поменяли звуковую дорожку, но и подрихтовали визуальный ряд. Нацепили Элронду черные очки агента Смита, поставили на стол водку и талон, подложили спящему Гэндальфу игрушку и тому подобное. Однако, по моему личному мнению, «Возвращение бомжа» все равно вышло слабее «Братвы и кольца» и уж тем более «Сорванных башен». Но это если сравнивать. Данный смешной перевод все равно хорош и, как обычно, пон остроумных цитат и отсылок. Их мы сейчас и разберем. В самом начале мы слышим знаменитую композицию «Speak Softly Love» из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Музыку сочинил композитор Нина Рота, потом Ларри Кусик написал на нее стихи, а американский певец Энди Уильямс проникновенно их исполнил. Музыка 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 Аурики, 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 аурики. Гуляют девки, гуляют мужики. Аурики, а-а-а-а, аурики. Шмыга! Вкрылёт! Мебра летала, время быстро, внук крутые берега. Парни, это наше место, наша река! Аурики, аурики, аурики. Гуляют девки, гуляют мужики. Аурики, а-а, аурики. Аурики, аурики, аурики. Звучит русскоязычная версия песни из фильма «Генералы песчаных карьеров». Сочинил эту песню бразильский композитор Доревал Каимми задолго до съемок фильма. Ее расширенная версия носила название «Рыбацкая сюита», а сокращенная «Марш рыбаков». После проката «Генералов песчаных карьеров» в СССР песня так полюбилась нашим слушателям, что было создано несколько русскоязычных версий. Самой лучшей оказалась версия вокального квартета «Аккорд» с социально заряженным текстом. «За что отбросили меня? За что? Где мой очаг? Где мой ночлег? Не признаете вы мое родство? А я ваш брат, я человек». Именно эту версию взяла за основу группа «Несчастный случай» и произвела своим кавером «Фурор» в новогодней передаче 98-го года «Старые песни о главном». Край небоскребов и роскошных мил, и зодом бьет слепящий свет. О, если б мне хоть раз набраться сил, вы дали б мне за все ответ. «Откройте двери, люди, я ваш брат, ведь я ни в чем, ни в чем не виден». А че это вы здесь делаете, а? Кино-то уже давно началось. А че это вы здесь делаете, а? А че это вы здесь делаете, а? А че вы здесь делаете, а? А че это вы здесь делаете, а? А че это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось. Ляй, вспышка справа. А че это там так красиво жахнуло? Похоже, они еще один энергоблок загубили. Все, у кого в школе преподавали начальную военную подготовку, прекрасно помнят все эти команды. Вспышка справа, вспышка слева. Была у нас даже шутка. Вспышка снизу. Вот что писали о данных командах в военном нормативе действия по вспышке ядерного взрыва. При нахождении на открытой местности, военнослужащие, заметив вспышку или услышав команду, например, вспышка справа, слева, с тыла, с фронта, немедленно снимают оружие с ремня, ложатся на дно окопа, а при нахождении на открытой местности на землю лицом вниз, ногами в сторону взрыва. Приподнимают воротник верхней одежды, прячут оружие и кисти рук под себя. Я спрашиваю, где командир роты? А нет, к нам такие не заходят. Чего? Вот. Вспышка! Чего? Вспышка! Команда касается всех. Ну а слова голого об энергоблоке, а очередная отсылка к аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, в результате которой взорвался четвертый энергоблок. Уже совсем близко, но идти придется мимо Чернобыля. Там живет тетя Соня. От радиации уринотерапия мощнее действует. Тетя Соня – это некий собирательный образ одесситки-еврейки, который популяризовала на эстраде юмористка Клара Новикова. Розочка, ну как муж? У тети Сони плохого не бывает. Розочка, ну-ка соедини меня быстренько с Нью-Йорком. А. Алло! Это Нью-Йорк? Это Манхэттен? Мне додика Рокфеллера телефон. Это Рокфеллер? Ой, извините, я вас не узнала. Вы, наверное, будете богат. Рокфеллер – это Манхэттен? Приколись, Баклан. Че мне в голову пришло? Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно! Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Собирайся, старик, поедешь с нами. Нет. У нее на руке браслет в виде ящерицы. Хорошо, сейчас иду, Володя. А про тебя, старик, я чуть было не забыл. Кто это у тебя? Целый склад для кавилирующих личностей. Все, старик, собирайся, поедешь с нами. Девушка проскопья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна. Девушка проскопья из Подмосковья, за-за-за на вискою плачет у окна. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на С утра выпил, весь день свободен Я долго не мог определить, что же за песня звучит в этой сцене Пока мне не помог Михаил Филин, указав, что это песня немецкой группы The Monotones С замечательным названием DiscoNet, водка, да Хотя в песне есть и водка, и диско Записана она была еще в 80-м году, и ее текст такая же смешная развесистая клюква, как и Распутин группы Bonnie M Текст настолько прекрасен, что не могу не процитировать Я летел на своем союзе один, когда вы, американцы, меня сбили Меня посадили в тюрьму, и вот я думаю о своем русском городке У меня есть только маленькое радио, и теперь я слушаю вечернее шоу Но мне не нравится музыка, она слишком громкая Я слушаю только дурацкую дискотеку Женщины и водка – это то, что мы любим в России Танцы, пение, игра на балавайке Женщины и водка – это то, чего мы хотим Дискотеки нет, дискотеки нет Русские рано ложатся спать Водке да, водке да Дискотеки нет, дискотеки нет Русские рано ложатся спать Дискотек нет, дискотек нет, дискотек нет Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, где сейчас этот карлик, лупоглазый? Имеешь ввиду Киркорова? Получается, Фёдор Михайлович это Киркоров загримированный? Нет, Киркоров играет голова. Какая экспрессия. Ну, Филиппа Киркорова до сих пор все знают. Его с эстрадой никакими СВО не сгонишь. Всё, сейчас спою. О, Зайка, Зайка, Зайка моя. Блин, не идёт без фанеры. Тут сразу две отсылки. Первая, к мультику Жил-был Пёс. Сейчас спою. Вторая отсылка к песне Филиппа Киркорова «Зайка моя». Кстати, в то время певца часто обвиняли в использовании на концертах фонограммы. Отсюда и слова голова про фанеру. «Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя. Я твой пальчик, рыбка моя. Я твой глазик, банька моя. Я твой тазик, солнце мое. Я твой лучик, дверца моя. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Я что-то с двух стаканов не пойму. Откуда этот блеск лица? Обратно сало тайно жрала. Вот это зря, вот это не поможет. Я всё уже решил, к тебе пришёл конец. Ты шо, мне сало пожалел? Но чего же? Ты не смотри, шо я с лица не очень. Зато внутри я лучший кандидат. Платок. Родное сердце, где платок мой? Якийсь такой платок. Ты шо, ты шо, забыла? Оранжевый такой, на бошку привязать. Ну, трохи вспоминаю. Шо-то было. Но не конкретно. Под тем платочком мозги мне отшибло. И больше я не помню ничего. Колись, куда платочек мой девало? Я знаю всё, подумай о грехах. Да боже ж мой, один мой грех – любовь к народу. С оранжевым платочком на башке. С народом мы стояли на Майдане. А вот тебя там, шо-то не припомню. А я и не ходил. Да ты шо. В разговоре шизофреника Голова с самим собой пародируется трагедия Шекспира от Элла. Про ревнивого Мавра, коварного Яга и несчастную Дездемону. Вы перед сном молились, Дездемона? Да, дорогой мой. Не вспомните ли какой-нибудь вы грех, который милость Божья не простила? Скорей о том молитесь. Что хочешь ты сказать? Молись скорей. Я не помешаю. Вы не убьете после слов таких. Молчи и будь тиха. Да, хорошо. Платок, что я любил и дал тебе, дала ты кольсио. Это, клянусь я жизни. Я видел сам платок в его руках. Значит, он нашел. Платка я не дала. За ним пошлите, пусть правду скажут. Он уже сказал. Что он сказал? Что он с тобой успал. Со мной успал? Да. Он этого не скажет. Да, не сможет. Он смолк навек. Труд этот на себя взял частный ягод. Обрадали страхи. Я чувствовала. Катю, бишь? Шлуха. Но отсылками к Шекспиру тут не ограничились. В диалоге язвительно высмеивается так называемая Оранжевая революция, проходившая на Киевском майдане незавежности в ноябре-декабре 2004 года. Протесты были вызваны недоверием к результатам президентских выборов, где ЦИК объявила победителем Виктора Януковича. Сторонники второго кандидата Виктора Ющенко избрали своим символом оранжевый цвет. Результатом уличных протестов стал неконституционный третий тур выборов, где на этот раз победил кандидат Майдана. Фраза «Я с лица не очень» намекает на отравление Ющенко якобы диоксином, из-за чего его лицо было испещрено опухолями. Точные обстоятельства и причины отравления до сих пор не установлены. «Стасификация! Махинация! Понятия! Ни! Ни брех, Ни!» «Ющенко! Ющенко! Це наш президент!» «Разом нас багато, нас не подолати! Разом нас багато, нас не подолати!» «Махинация! Махинация! 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 Махинация!» «Помогите! Хулиганы зрения лишают!» «Дави на интернет!» Слышен звук подключения к интернету по DealUp. Для юношества напомню, что DealUp – это устаревший способ подключения к провайдеру с помощью модема и телефонной сети. «Ахтунг!» «Доступ разрешен!» «Теперь я!» «Махинация!» «Не, не, не!» «Внеочередной плену мобкома, прошу считать открытым. Возражения есть?» «Возражения не поступило» Пленум обкома в советскую эпоху Это облсовет, то есть областной совет народных депутатов Собирайся, кудрявый, поедем в столицу Устрою тебя на трехмесячные курсы кинопереводчиков Во попал! Меня один вопрос мучает Ты там спроси у педагогов Че, что спросить-то? Правда, что в английском языке мата нет? Конечно нет Откуда ему взяться? А как тогда перевести мазерфакер? Что это, не мать, что ли? Конечно нет Там даже пьяные матросы, как на светском рауте, беседуют Иван, как? Кто бы мог подумать? А как же тогда переводится слово Фак? О боже мой! Фоном мы слышим песню группы Степен Вулф 1968 года Под названием Born to be wild Рожденный быть диким, то есть свободным Песня стала гимном байкеров После того, как прозвучала в кинофильме Беспечный ездок Сам же диалог о курсах переводчиков Представляет собой издевку Дмитрия Пучкова Над практикой российского перевода фильмов Когда нецензурные выражения Заменялись более пристойными аналогами А также высмеивает тех, кто утверждает Что нецензурные выражения в английском языке Не имеют столь оскорбительного характера Как в русском Вот что говорил об этом сам Пучков Отвечая на вопросы про переводы фильмов Вопрос Но ведь всем известно Что в английском языке Кроме fuck и shit Ругательных слов нет Как ты их переводишь? Как в голову взбредет? Ответ Относительно всем известно Это не ко мне Это ко всем, кому известно Настоятельно рекомендую Хотя бы немножко подучить английский Очень быстро выяснится Что на самом деле все немного не так А потом еще вдруг окажется Что по содержательности И выразительности в русском языке Парадокс Местами откровенно не хватает слов Для точного выражения эмоций Поэтому ничего изобретать не приходится Вопрос Допустим Ты перевел фильм с нецензурной бранью И как его потом смотреть? Ведь не в каждой семье Принято прилюдно материться Ответ Это вопрос не ко мне А к создателям фильмов Ты ведь не зовешь Маму, бабушку и младшую сестру Смотреть порнуху Вот и здесь то же самое Вопрос Но есть ведь и нормальные переводы Где никто не ругается? Ответ Это с твоей точки зрения Они нормальные А с моей Не совсем Вопрос То есть ты считаешь Что твоя точка зрения Правильная А точка зрения Остальных Нет Ответ Я считаю Что фильмы Снимает режиссер По задумке сценаристов А задача переводчика Переводить А не строить из себя Цензора Моя точка зрения Что характерно Совпадает с точками зрения Сценариста и режиссера Короче Привези антибумер Со смешным переводом Ладно Антибумер Это еще один смешной перевод Дмитрия Пучкова Созданный на основе Криминальной драмы Бумер Интересно что это первый И единственный Смешной перевод Студии Божья Искра Который транслировался По телевидению И был легально издан Вот что говорил об этом Дмитрий Юрьевич С антибумером все просто Питерская компания СТВ предложила А я озвучил Не могу сказать Что получилось гениально Но добротно Фильм отлично продался На DVD Два раза выдал Очень высокие рейтинги На телевидении А че это у вас тут такое Так говорили ж тебе Конопля Че настоящая Главное только я хотел Нашей дури подбросить Смотрю А у них своей полкило Вы че творите Это ж Гербарий Я ж его для младшего брата Все лето собирал В Чуйской долине Мы че виноваты Что там ничего другого не растет Да ладно пацаны Не шумите Хрен с ним с Гербарием Вам же объяснили уже Мы бы все равно Вам своего кокса подкинули Работа такая Служба Дни и ночи Я с тобой говорю Ты меня не слышишь Ты как будто живой Но ты мною не дышишь Прилипаю к экрану Я своими губами В поведении мое Так не нравится маме Не люби его Не зови Он ведь суперзвезда Экран на ТВ Не люби его Не зови Все равно не оценит Он этой любви А я пока книжку дочитаю В руках Арвен можно увидеть детское издание повести Чехова Каштанка Это намек на шутку из первого фильма Братва и кольцо О которой я уже рассказывал в предыдущих роликах Обними меня покрепче Обними как Ромео и Джульетта Помнишь как у них было? Я только каштанку читал Хочешь за жопу укушу? Ну что мамаша Как пацана называть будем? Да здранагон Означает Да здравствует народ Гондураса Я сама придумала Только не знаю пока куда правильно ударение ставить Это пародия на имена аббревиатуры Которые давали детям в СССР Особенно в раннюю советскую эпоху Например Владлен от Владимир Ленин Ким от Коммунистический интернационал молодежи И даже Доздроперма от Да здравствует первое мая А на заводе батя пуль отливал По рюмчике рябину и в субботу упивал А я ходил с гитарой с девчонкой вечерком Пока не загробастал строгим военком Шагом марш, в ногу, шагом марш Шагом марш, в ногу, шагом марш Только что заехали в Гондурас Остается добавить, что слово Гондурас, который герои встречают на подъезде к городу И это отсылка к американскому Голливуду Чье название выложено на холме такими же белыми буквами А вот и вставочка от шутников-монтажеров В галерее дворца Димедрола мы можем увидеть фигуры персонажей из американского мультсериала «Южный парк» Про происхождение фирменного обращения Пучкова Я вас категорически приветствую Я уже рассказывал в разборе первого фильма «Братва и кольцо» Ну а воронка – это отсылка к фэнтези-фильму «Ночной дозор» Снятого Тимуром Бекмамбетовым по повести Сергея Лукьяненко Там над людьми, несущими на себе проклятие, образуется гибельная магическая воронка Способная вызывать погодные аномалии, катастрофы и прочие трагедии Не бывать миру с Рахляндей Пока они газ из трубопроводов воровать не перестанут Это намек на постоянные обвинения со стороны России в том, что Украина ворует российский газ, идущий транзитом через территорию незавежной Старинная гондурасская мудрость гласит «Кто к нам с чем зачем, тот от того и того» Это старая шутка, обыгрывающая фразу из фильма «Александр Невский» Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива Пусть без страха жалуют к нам гости Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет На том стоит и стоять будет русская земля Я вот чё-то не догнал, чё за ботва получилась? Ты меня в ГУВД пристроил, а обещал на курсы кинопереводчиков? Самые лучшие переводчики Как раз из милиционеров и получаются Младший оперуполномоченный тук Как известно, Дмитрий Пучков начал заниматься переводами зарубежных фильмов, когда работал опером в петербургском уголовном розыске Не видать нифига А ты третий глаз примени Ну всё, погнал, Эрнест Мулдашев Третий глаз, зелёные человечки, газета «Аномалия» Ты сам-то чё видишь своим третьим? Что, ложки нет? Эрнест Мулдашев — это российский хирург-альтомолог Прославившийся как автор книг на мистические и псевдонаучные темы Связанные с экспедициями на Крит, в Египет и Тибет Для, так сказать, изучения древних цивилизаций Ещё раньше, с 1990 года, подобными псевдонаучными измышлениями занималась и газета «Аномалия» Ну, некий аналог современного РЕН-ТВ Фраза же про ложку взята из фильма «Матрица» В контексте фильма она означает, что мир Матрицы нереален Не пытайся согнуть ложку Это невозможно Для начала нужно понять главное Что главное? Ложки не существует Не существует? Знаешь, это не ложка гнётся Всё обман Дело в тебе Ну вот, пожалуйста Это «В мире животных» по-первыхому А это что? Это «Клуб путешественников» Опять про море Пендальф упоминает советские телепередачи «В мире животных» и «Клуб кинопутешественников» А фраза «Опять про море» Это отсылка к итальянской комедии 76-го года «Сеньор Робинзон» Там герой оказывается на необитаемом острове И сооружает себе подобие кинотеатра Это они Фёдору укол поставили Главным у них доктор Менгеле Лошадь его не держит Поэтому он на Змея Горыныча летает Пендальф упоминает Йозефа Менгеле Немецкого врача, проводившего медицинские опыты На узниках в конце лагеря Освенцим во время Второй мировой войны А вот и гриб Саурона А может новое шоу Рамштайна, не пойму Гриб Саурона – это, разумеется, намёк на облако в форме гриба Возникающее на месте ядерного взрыва Ну а шоу группы Рамштайн всегда славились обидием пиротехники А вот хороший пример того, что человеческая память – вещь капризная Музыка в сцене, где Хоббит лезет на башню зажечь сигнальный костёр Вызвала у меня приступ дежавю Я точно знал, что слышал эту мелодию Вот только никак не мог вспомнить где От мучений меня избавил Александр Марин Который указал на то, что это заглавная тема К популярному французскому телешоу «Форт Боярд» Которое частенько крутили и по нашему телевидению Музыку заставки написал композитор Поль Кулак А само шоу снималось в крепости, построенной в середине 19 века у берегов Франции Напомню, что «Форт Боярд» представлял собой телеигру Которой команде участников необходимо выдержать различные физические и интеллектуальные испытания Чтобы заполучить сокровища форта На этом пока все Обо всех замеченных вами ошибках и упущениях пишите в комментариях Ваши замечания я буду, как обычно, публиковать под роликом В первом закрепленном комментарии Читайте его, чтобы не повторяться Те же, кому моя работа показалась особенно ценной и полезной Могут поддержать канал неотягчающей суммой Все реквизиты для этого есть в конце ролика и его описаний Учитывая мои нынешние проблемы с монетизацией Такая помощь чрезвычайно важна Тем же, кто уже помогает, моя искренняя благодарность С вами был Сергей Курий И, как говорится, будет еще Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok